Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о жанрах в изобразительном искусстве. Сегодняшняя тема — анималистика. Это жанр в изобразительном искусстве, посвященный животным и птицам. Animal в переводе с латинского — животное. Истоки этого вида искусства лежат еще в первобытном мире. Много тысяч лет назад люди стали изображать животных на скалах и в пещерах, пытаясь передать анатомию животного, его красоту или его опасность для человека. Анималисты не просто точно изображают животное или птицу, его анатомию или пластику движений. Они умеют придать образу художественную выразительность, характер, эмоцию. Сегодня мы расскажем о тех художниках, которые рисовали, делали скульптуру, писали животных и птиц всю свою жизнь. Василий Алексеевич Ватагин. Это известный российский художник-анималист, скульптор, ученый-зоолог, член Академии художеств. Василий Ватагин родился в Москве. Природа, животные, птицы интересовали его с самого детства, а любимым занятием было рисование. «Дома или в гостях, получив бумагу и карандаш, я мог рисовать часами, не скучая. Рисовал я зверей и птиц, и только экзотических», – вспоминал художник. Уже ребенком ему хотелось нарисовать животное точно. Для этого он старательно срисовывал иллюстрации из зоологических учебников. Мама была учительницей в гимназии, и, видя такое увлечение, она приносила домой атласы с изображениями зверей. Рисунки к многотомнику Брэма особенно нравились юному художнику. Детское увлечение с годами только крепло. С 15 лет Василий посещает студию акварелиста Мартынова. Став старше, учится у известного художника Юона. Впервые на молодого талантливого художника-анималиста обратил внимание основатель Дарвиновского музея Александр Коц. Ватагина по праву считают сооснователем этого музея. Много лет художник работал и в Зоологическом музее МГУ. Он создал множество панно и скульптур для оформления залов и музейных экспозиций. На его огромных картинах оживают давно вымершие звери, динозавры, пещерные львы, бизоны, большерогие олени. Ватагин оформил множество детских книг, среди которых произведения Сеттана Томпсона, Джека Лондона, Виталия Бианки. Он стал практически классиком книжной анималистической иллюстрации. Но, пожалуй, наибольшую известность ему принесла работа над книгой Киплинга «Маугли». За 30 лет с 22 по 50 годы прошлого века художник создал около 200 рисунков, которым многократно возвращался. И, наконец, в свет вышла замечательная книга с сотней иллюстрацией Ватагина. Животные Ватагина не просто виртуозно нарисованы. Они живут. Они по-настоящему сердятся, хитрят, трусят, заискивают перед более сильным, возмущаются, защищая свое потомство, проявляют другие, не чуждые человеку, эмоции. Многолетние наблюдения за разными животными, знания их повадок, знания анатомии позволяют Ватагину с легкостью изображать любого зверя в любой позе, в любом повороте, в любой ситуации. Учеником Ватагина был Александр Николаевич Формозов, крупный ученый, талантливый писатель, очень самобытный, узнаваемый художник-анималист. Он родился в Нижнем Новгороде. Отец будущего художника и биолога был мелким чиновником. Мама растила детей и занималась хозяйством. В первой мужской гимназии, где учился Александр, традиционно хорошо преподавали литературу. Там работал известный писатель Мельников-Печерский. Возможно, это сыграло свою роль в том, что свои научные труды он записывал очень хорошим, живым литературным языком. А как замечательно он их иллюстрировал. Главным его детским увлечением был мир природы. С 11 лет будущий художник-биолог вёл свои дневники. Не только записывал, но и зарисовывал всё, что видел интересного в лесу, сопровождая своего отца, страстного охотника. Ягоды, грибы, травы, следы животных и птиц, охотничьи трофеи отца. Всё было интересно, всё удивительно. Чуть позже он с увлечением будет копировать рисунки канадского писателя Сеттона Томпсона, тоже художника-анималиста. Став биологом, Николай Александрович переезжает в Москву, где и знакомится с известным художником-анималистом Ватагином. Александр Николаевич много путешествовал, изучал природу страны, об экспедициях в Дагестан, на Дальний Восток, в Мурманск, в Монголию. Расскажут вам его замечательные рисунки. Его вдохновляло всё. Такующий глухарь, белка, трогательная печушка, поющая свою негромкую песенку, мелкие грызуны, зайцы, бурундучки, занятые своими неотложными делами. Очень выразительные. Но вот эта совсем не красавица. Чучундра-чучундра. А с каким теплом изобразил художник её облик, её повседневные труды. А вот другой мастер. Евгений Иванович Чарушин. Это ещё один неповторимый и сразу с первых страниц узнаваемый художник. Он иллюстрировал детские книги, которые мы знаем и любим лет с четырёх. Талантливый анималист и писатель родился в Вятке в семье губернского архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина. С первых лет жизни Женя много проводил времени с лесниками, охотниками, умельцами-кустарями. Мама будущего художника, Любовь Александровна, привела сыну горячую любовь к природе. Вместе с ней он работал в саду, ухаживал за домашними животными, наблюдал за их повадками. Мастерство, неповторимая манера и теплота, с которыми Чарушин изображал зверей и птиц, диких и домашних, принесли ему поистине мировое признание. Кого только он не рисовал, все животные и птицы Чарушина обладают своим характером, неповторимым, ярким, очень узнаваемым. Многие, любимые тобою и мной книжки, Маршака, Чуковского, Пришвина, Бианки, проиллюстрированы его рисунками. Поскольку работал он для маленьких детей, его звери немножко сказочные и обязательно добрые. Мы посмотрели работы трех разных художников-анималистов. У каждого из них было что-то свое любимое. Ватагин любил рисовать больших, сильных зверей, волков, тигров, крупных хищников, слонов. Отдельное место в творчестве Ватагина занимают звери, которых мы никогда без него не увидели бы. Зверей, которые жили давным-давно. У Формозова мы видим множество маленьких зверей, на которых мы никогда бы не обратили внимание, которые живут и занимаются своими повседневными делами у себя дома, в лесу или в степи. Чарушин рисовал зверей также мастерски, но они у него более сказочные, стилизованные, такие, которые не напугают маленького зрителя, для которого он иллюстрировал детские книжки. Но, безусловно, все эти художники-анималисты начинали учиться рисовать с набросков и зарисовок, которые они делали с живых зверей, наблюдая их, любуясь ими, любя их. Попробуем и мы. А сейчас мы прощаемся с вами до нового видеоурока, посвященного беседам об искусстве. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик.